Привет! В этом видео я покажу тебе, как собрать компьютер от начала до конца, во всех мельчайших подробностях. От распаковки комплектующих и до запуска компьютера и установки драйверов. Это наиподробнейший гайд, который я буду снимать, между прочим, от первого лица, чтобы было максимально правдоподобно, прям как ты это будешь видеть, когда сам собираешь своими руками. В общем, надеюсь, тебе это понравится. Ставь лайк, подписывайся на канал и погнали! Собирать сегодня мы будем хороший компьютер на AMD Ryzen 5 2600 и видеокарте GTX 1660 Super. Это среднеценовой сегмент, очень хороший компьютер, который может собрать также каждый из вас, если что, ссылочки на всё-всё-всё, что я сегодня буду использовать в описании. Вот у нас корпус, вон блок питания, здесь всё остальное лежит. Итак, друзья, первым делом нужно подготовить рабочее место. И единственный инструмент, который вам понадобится для сборки, это крестовая отвертка, желательно довольно длинная, в общем, среднего размера, короткая не подойдёт, потому что нам придётся устанавливать материнскую плату в корпус, и иногда просто короткая отвертка не добирается до нужных мест. Всё, мы подготовили, положили что-то мягенькое под наши комплектующие, чтобы их не повредить, в моём случае это коврик для мышки, желательно, чтобы он был антистатичным, в моём случае это именно так и есть. Мы разобрали все коробочки, достали кулер, собственно, боксовый кулер от процессора, сам процессор, жёсткий диск на 1 терабайт, SSD, обычная стандартная связка, видеокарта. Пока что эти комплектующие откладываем в сторону, потому что любая сборка начинается с платформы, то есть материнской платы. Убираем пока что всё в сторону, наши две плашки оперативной памяти, и берём коробку от материнской платы, потому что это ещё такое дополнительное средство защиты от статики. Берём материнку и первым делом устанавливаем процессор. Для этого открываем его, собственно, в ванночку. Здесь вы видите то, что у процессоров ТМД есть вот такие вот ножки, которые ни в коем случае вам нельзя повредить, иначе вы потеряете процессор. Поэтому будьте очень осторожны, не роняйте, и ничего с процессором делать не надо. Достали его из коробки, и сразу ставим в материнку. Для этого нужно открыть сокет вот таким вот образом, посмотреть на процессоре вот такой вот уголок, где нарисован треугольничек, и на материнской плате он тоже есть. Всё очень просто. Затем аккуратно вставляем процессор в его сокет. Немножечко можно его вот так вот из стороны в сторону пошевелить, чтобы он встал точно на своё место. И теперь уже закрываем, чтобы вот эта металлическая штука максимально всё прижала. Всё, видим то, что ничего не болтается, всё стоит на месте. Мы сделали всё верно. Следующим шагом я обычно ставлю оперативную память. Так как у нас две плашки, нужно поставить их в следующие слоты. Обычно на материнских платах нарисовано, куда их нужно вставить. Если одна плашка, вот мы видим то, что DDR4-1, DDR4-2, DDR4-3, DDR4-4. У нас четыре слота, и каждый из них расписан, что куда вставлять. Если бы у нас была одна плашка, нужно было бы поставить её в четвёртый слот. В нашем случае у нас две плашки, и чтобы поддерживался двух канал, чтобы он работал, нужно, значит, нам вставить одну плашку сюда и вторую плашку сюда. Для этого мы открываем вот эти вот специальные механизмы. Раз, 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 раз. До щелчка мы видим то, что они открыты. И теперь можно вставлять оперативную память. Кстати, в некоторых материнках вот данные ключи, которые нужно открыть, будут только с одной стороны. Поэтому необходимо будет открыть только вот эти вот штучки. Здесь они будут вот так вот статично стоять. Когда вы устанавливаете оперативную память, вы видите то, что здесь есть тоже ключик, такой же, как и в слоте на материнской плате. И вставляем с одинаковой силой с двух сторон до щелчков. Раз, два. Всё. Оперативка стоит на месте. Если у вас что-то не получается, что-то не подходит, проверьте, точно ли вы подобрали оперативку. Не DDR3 ли это. Либо же просто переверните оперативку стороной. Может быть, там ключик не подошёл. Итак. То есть, смотрите. За эти несколько минут мы уже получаем готовую материнскую плату с установленной оперативной памятью и процессором. Следующим шагом можно поставить охлаждение. В моём случае оно боксовое, и у него очень простая система крепления. Если вы будете брать что-то посложнее, всегда есть инструкция. Здесь я не могу подобрать инструкцию, которая будет подходить к каждому охлаждению, потому что она всегда и везде разная. Но в боксовом варианте вы откручиваете предустановленный из завода крепёж и достаём эти четыре болта. Да, вы видите, что всё у нас откручивается. И вот эти скобы, которые предназначены тоже для кулеров немножко другого формата, у нас отходят. И остаётся пластина, которая укрепляет, собственно, материнскую плату для установки более мощных систем охлаждения, чтобы материнка не прогибалась. Вот то есть, если её сейчас поднять, вы увидите эту плату. Это такая металлическая платформа. На неё мы сейчас и закрепим, собственно, наш кулер от AMD. Выглядит он вот таким вот образом. Мы видим, что от него идёт один четырёхпиновый провод, который нужно будет подключить вот сюда, где на материнской плате написано CPU Fan. Не ошибитесь. Такие кулеры всегда будут идти с нанесённой термопастой, поэтому ничего париться не придётся. Просто вставляете его, прикручиваете и готово. В моём же случае, так как я его уже собирал, мне пришлось очистить термопасту, и сейчас мы нанесём новую. Я купил вот такую вот MX4, которая у меня, собственно, лежит на студии. Мы наносим вот таким вот образом её в центр. Капелькой. Такого количества, в принципе, хватит, потому что много термопасты будет плохо, мало тоже не очень хорошо, не будет хорошего соприсновения. Надо искать золотую середину. Для красоты я сделаю таким вот образом надписью AMD влево, и мы ставим наш кулер вот в эти вот пазики. И теперь прикручиваем. Собственно, всё просто. Главное всё прикрутить максимально качественно, чтобы соприкосновение кулера, точнее его подножки и процессора было максимальным для более хорошего охлаждения. Кстати, если у вас будет не боксовый вариант, а какой-нибудь, например, от Deepcool, либо там Cooler Master, башенное охлаждение, то обязательно следите, когда ставите кулер. Снизу есть обычно специальная наклеечка, которая защищает соприкосновение процессора и кулера. Её нужно снять, потому что иначе никакого соприкосновения не будет. Сейчас мы ещё затянем каждый, чтобы точно убедиться, что всё встало на свои места. И всё. Теперь, собственно, можно немножечко для красоты проложить наш проводок, чтобы запрятать его каким-нибудь вот таким вот образом. И вот этим пазиком, который здесь тоже виднеется, прям как в Lego, мы вставляем этот 4-пиновый коннектор в CPU Fan. Таким образом, установка кулера завершена. Можно идти дальше. Берём наш корпус и открываем его панельку. Вот эту переднюю. В моём случае это Deepcool обалденный MacCube 310P. У него, собственно, эта стенка на магнитиках, и никакие шурупы откручивать не надо. Будьте осторожны с закалённым стеклом, потому что оно может лопнуть. Итак, ставим его в сторону осторожненько. И внутри вы обычно корпуса найдёте. Вот такой вот пакетик с необходимыми шурупчиками, стяжками и обычной вот такой вот пищалкой, спикером, другими словами. Вот. Вот такой вот пакетик будет лежать в любом корпусе для установки материнской платы, либо других комплектующих, таких как жёсткие диски и твердотельные накопители. В моём же корпусе также ещё предустановлен вентилятор. Такие дела. Давайте посмотрим, как он выглядит на обратной стороне. Тут тоже у нас магнитная стенка, которая автоматически снялась. Уберу её тоже в сторону. Здесь мы видим проводку проводов от передней панели корпуса, где у нас стоят USB, кнопочка питания и, конечно же, кнопка перезагрузки. Ну и аудиоразъёмы. То есть все эти порты также нужно будет провести и подключить к материнской плате. К этому мы перейдём уже в конце всей сборки, когда установим комплектующие. Сейчас же нам нужно разобраться с установкой материнской платы. В комплекте с каждой материнкой будет лежать вот такая вот заглушка, которая ставится вот сюда, вот в это место, чтобы защитить, собственно, порты. Мы берём эту металлическую штуку, эту металлическую заглушку и ставим её. Можно сделать вот таким вот образом, посмотреть, как это всё дело будет выглядеть. Чтобы все порты совпали. И именно таким положением ставим её сюда. Тоже нажимая на каждом углу, чтобы они у нас встали на свои места. Будьте осторожны тоже в этом моменте. Можно порезаться, потому что металл довольно тонкий. Всё, мы видим то, что наша заглушка закреплена, она не болтается. И да, ещё один такой важный момент, я его чуть не опустил, так как уже использовал эту заглушку. Когда вы будете её ставить, перед тем, как устанавливать её полностью в корпус, поднесите её так же, как я показал раньше, к портам и выгните некоторые металлические вот здесь вот усики, которые будут использоваться, потому что они могут испортить порты. То есть их нужно выгнать, чтобы эта плашка нормально вставилась. Теперь, друзья, мы переходим к установке материнки. Опрокидываем корпус. Берём материнскую плату, чтобы пристрелиться. Нам нужно сейчас увидеть, собственно, ножки, на которых будет устанавливаться материнская плата. Мы видим то, что на материнке присутствуют раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь разъёмов, в которые у нас и будут закручиваться шурупы. Смотрите. То есть обязательно, обязательно здесь на корпусе располагаются специальные ножки, на которые и ставится материнка. Первым делом нужно убедиться то, что их тут достаточное количество установлено в нужных местах. Для этого мы берём материночку и аккуратно её сюда ставим, чтобы все эти отверстия на материнской плате совпали с ножками, которые здесь уже установлены. Итак, мы видим раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Если же на корпусе у вас где-нибудь вот здесь вот будет стоять ещё ножки, обязательно их снимите, потому что они могут повредить дорожки, сделанные на материнской плате, и она у вас сломается. Будьте осторожны. Нужно убедиться, что здесь стоят только те ножки, которые вам понадобятся для установки материнки. Если же материнская плата формата не ATX, как в моём случае, например, микро-ATX, как это часто бывает, то тоже нужно будет просто взять, открутить эти ножки, поставить их сюда. Либо же всегда в комплекте с корпусом тоже идут вот такие вот золотые ножки, либо чёрные, без разницы. Давайте я достану шурупы, которыми мы будем, собственно, закручивать материнскую плату. Они выглядят вот таким вот образом. Это такой небольшой шурупчик с плоской шляпкой, который и будет закреплять нашу материнскую плату. Итак, ставим её на место, убеждаемся, что все порты у нас встают на заглушке. Да, мы видим то, что всё отлично. И теперь вот обычно на материнских платах есть вот такой вот первый разъём, который и сделан для того, чтобы вы могли потом спокойно всё закручивать. Сюда мы ставим первый шурупчик. Теперь у нас материнка стоит на своём месте, и мы можем со спокойной душой закрутить все остальные шурупы. В моём случае у меня очень классный корпус, и заранее никакие провода не нужно прокладывать, потому что есть ещё куча свободного места. Но бывает то, что корпус будет маленький, и перед установкой материнки нужно будет ещё протянуть вот сюда проводки, например, от блока питания для подключения до питания. Мне это не надо, поэтому я делаю таким вот образом, и потом установим уже блок питания, потому что здесь места достаточно, предостаточно, я бы даже сказал. Итак, как вы видите, эти шурупчики закручиваются очень просто, надавливать сильно не нужно. Только когда видите то, что уже немножечко есть сопротивление, оставляйте. Ни в коем случае здесь не перестарайтесь, потому что также можете повредить материнскую плату. Дело это довольно хрупкое. То есть вот, я кручу-кручу, с очень большой лёгкостью, потом чувствую, что всё, дальше нельзя, останавливаемся. Вот именно поэтому я рекомендовал длинную отвертку, потому что так намного удобнее прикручивать материнскую плату. Ну и последний болтик. Ставим его вот сюда. И дело в шляпе, друзья. Материнская плата стоит на месте. Мы видим то, что она очень уверенно здесь установлена. Все-все-все ножки у нас закреплены. Под материнской платой ничего нет. Мы видим то, что здесь ещё есть три ножки, но они, как мы видим, никак не касаются материнской платы и не смогут её повредить. Поэтому я не вижу смысла их ещё и снимать. Но можно и снять. В принципе, разницы никакой не будет. Настало время устанавливать блок питания. Как мы видим, в моём корпусе он находится снизу. И в большинстве сейчас корпусов блоки питания располагаются снизу, если это уж совсем не какой-то старый и дешёвый корпус. Мы видим то, что здесь к нему можно подобраться только с этой стороны, с правой стороны корпуса, поэтому придётся ставить его отсюда. Блок питания у меня не модульный, поэтому никакие кабели подключать не надо. Мы просто берём вентилятором вниз, потому что забор воздуха именно оттуда, как вы видите, вставляем его вот сюда. Берём и проводим. Таким образом получается, что блок питания стоит на месте. Теперь мы поворачиваем корпус и сопоставляем отверстия на блоке питания, чтобы его закрепить. Обычно в корпусах будет уже всё помечено. То есть сюда нужно вставить, сюда, сюда, сюда. Четыре болта. Они выглядят вот таким вот образом, довольно широкие и большие. Предназначены исключительно для установки блоков питания, ну и закрепления видеокарты. Вы это тоже потом увидите. Берём отвертку и тоже не перестарайтесь, потому что все эти крепления не предназначены для использования силы. Чуть-чуть надавили и хватит. Не надо прям сильно закреплять, иначе вы тоже можете сломать резьбу. И четвёртый, самый последний. Как вы видите, в комплекте всё обычно есть. Мало того, что в комплекте с корпусом обычно идут эти болты, также они идут и стандартно с блоком питания. Поэтому они у вас точно будут, ничего дополнительно покупать не нужно. Так, я отключу, поставлю в положение нолик, чтобы всё было окей. Так, сейчас мы видим то, что у нас установлен блок питания, от него идут огромное количество кабелей. Давайте мы их отложим в одну сторону. И во вторую сторону отложим все провода, которые идут от передней панели корпуса, потому что сейчас я хочу установить, установить наши накопители. Жёсткий диск HDD на 1 терабайт и SSD на 240 гигабайт. Окей, 240 гигабайт SSD под систему, чтобы компьютер работал быстро и плавно. В моём корпусе, как вы видите, место под SSD располагается вот здесь, а под HDD вот здесь. Можно вытащить. И мы видим то, что вот на таком специальном слотке у нас расположится жёсткий диск. Для этого мы просто сопоставляем, опять же, отверстие и ставим его сюда. Здесь же его нужно будет закрепить четырьмя болтами. Всегда HDD закрепляйте хорошо, потому что это у нас физический носитель, который вибрирует. И чтобы он максимально долговечно работал, нужно его хорошо закрепить, чтобы не было лишних вибраций. Иначе сам диск может быть повреждён. Закрепляем его тоже этими же шурупчиками, которые шли у нас в комплекте, которые мы использовали для установки материнской платы. И всё будет в порядке. Конечно, механизмов крепления жёстких дисков сотни и тысячи, но суть вы поняли. Главное всё дело максимально закрепить. Если в вашем корпусе это делается, например, по-другому, то тоже. На жёстких дисках отверстия присутствуют как по бокам, так и снизу. У меня же, вы видите, то, что четыре болта снизу и готово. Бывает то, что вот на этих сторонах нужно будет тоже четыре шурупа закрутить. В моём же случае всё вот так. Теперь же мы его просто сюда обратно загоняем до щелчка. И таким же болтом, как мы закрепляли и блок питания, прикручиваем. Окей, с жёстким диском разобрались. Было всё очень просто, как вы видите. Теперь можно поставить SSD. В М-корпусе он тоже на специальном лотке закрепляется. С SSD можно не париться. Это не физический носитель. Он никак не повредится ни от каких вибраций. Поэтому мы просто сопоставляем. Итак, так как у нас будет это дело выглядеть вот так, мы разъёмами, которые мы сейчас подключим, SATA Power и SATA данные, ставим сюда, чтобы всё это дело подключить. И здесь можно на пару шурупов его прикрутить, чтобы он просто держался на своём месте. Первый пошёл. И второй тоже сейчас прикрутим. Два обычно хватит для SSD. Ну, правда, больше смысла ставить нету. И вот таким вот образом я его устанавливаю. Также в корпусах, я не знаю, сейчас посмотрю, в этом есть или нет, места располагаются не только там с задней стороны, но бывает и спереди, сбоку, снизу. Короче, тоже места для установки может быть просто огромное количество. Посмотрите инструкцию корпуса, где устанавливаются, собственно, 2,5-дюймовые накопители. Ну и, собственно, чтобы закрепить этот лоток, чтобы он не болтался, тоже вот один болтик, мы его прикручиваем сюда. Следующим шагом, чтобы подключить наши накопители, нужно взять вот эти два провода. Называются они SATA и всегда идут два в комплекте с материнской платой, прямо в коробке. Поэтому тоже здесь не переживайте, у вас всё это должно быть, если вы покупали комплектующие новыми. Перепутать, как подключить эти провода, тоже нереально. Здесь мы видим L-образный ключ, который также находится и на накопителях. То есть здесь мы тоже видим L-образный разъём. Вставляем до щелчка. Готово. И проводим вон туда, собственно, для небольшого кабель-менеджмента, где у нас подключится к материнской плате. Сейчас вставляем этот же проводок ещё и в SSD. Таким же образом здесь всё так же. Сопоставляем L, вставляем до щелчка и проводим к материнской плате. В принципе, с основной частью мы завершили. Наша сборка уже практически готова. Вы видите, что в принципе материнка стоит, блок питания стоит, корпус есть. Остались самые дебри. Подключение кабелей питания к материнской плате, к жёстким дискам, а также проводки от передней панели. Я постараюсь всё это сейчас максимально наглядно показать, чтобы все всё поняли. К материнской плате от блока питания идут следующие разъёмы. В моём случае это 8-пиновый и вот этот, основной. Для их подключения мы видим то, что их можно протянуть вот отсюда, либо отсюда, либо вот из этого отверстия. Поэтому мы берём, поворачиваем корпус, находим самый большой и длинный провод, и толстый, вот такой вот, который идёт от блока питания. И, собственно, проводим его вот в эту дыру. Теперь находим 8-пиновый коннектор для доп. питания процессора. Не перепутывайте его с вот таким вот 6 плюс 2 пин. Он идёт для видеокарты, для доп. питания видеокарты. И обычно разделяется на два вот таких разъёмчика. То есть 6 пин и 2 пин. Это не он. Нам нужен для питания процессора вот такой. 4 плюс 4. На нём даже обычно написано CPU, как в моём случае. То есть мы его проводим вот сюда. Проводим вот сюда. И теперь можно возвращаться к материнской плате. Осторожно переворачиваем корпус и вставляем, опять же, ключиком, который находится также и на самом разъёме, до щелчка на материнке. Это подключение требует нажатия, требует силы при нажатии. Поэтому, если есть возможность, засуньте вот так вот палец под материнку. И до щелчка всё это дело закрепляйте. Вот так, чтобы не повредить ничего. Мы видим то, что ключик закрылся. Всё теперь стоит на своём месте. Осталось вот это. Тут тоже всё так же. Всё очень просто. Бум! И вставили. Помните SATA-проводки, которые мы протянули от наших накопителей? Их тоже можно уже вставить к материнской плате. Обычно на материнке будут подписаны разъёмы SATA. Вот мы видим SATA-0, SATA-1, SATA-2, SATA-3 и SATA-1.0. Можем подключить их прямо вот сюда. Тоже здесь L-образные подключатели. Всё так же, как и было с теми накопителями. Вставляем в первый SATA. Хоп! Щёлкнул. И во второй. Готово. Теперь можно вот туда их просунуть, чтобы они здесь глаз не мозолили, чтобы всё было по красоте. Вот так. Кабель менеджмент тоже дело важное для вашего глаза. Собственно, у нас стеклянная боковая панель корпуса. Нужно было... Нужно, чтобы всё было красивенько. Так, продолжаем с подключением проводков. На моей материнской плате есть вот такой вот разъём, называется SIS-FAN-1. То есть это ещё один разъём для системного вентилятора. И прямо рядышком у нас располагается вентилятор от корпуса, который трёхпиновый. И его можно спокойно подключить в четырёхпиновый разъём на материнке. Здесь не парьтесь. Тоже мы видим ключик. Вставляем. И теперь наш вентилятор тоже будет работать. Немножечко спрячем проводок, чтобы он не мешался. И всё красиво. Продолжаем, друзья. Давайте разбираться далее со всеми проводами. Всё, что лишнее, я обычно засовываю в свободные места, которые у нас располагаются здесь же в корпусе. Так как он достаточно большой. То есть можем туда их просунуть, чтобы здесь внутри нам ничего не мешало. Всё, вот так вот намного лучше. Так, смотрим оставшиеся кабели от блока питания. Вот эти вот Molex подключения нам вообще не понадобятся сегодня. У нас ничего к ним не подключается. Поэтому засовываем их туда внутрь, чтобы они здесь просто-напросто не мешались. Сделать это можно вот таким вот образом. И всё. Теперь они спрятаны. И нам не мешают. Далее, смотрим. Вот это у нас как раз-таки нужное нам SATA подключение для питания SSD накопителя и жёсткого диска. Давайте, вот у нас есть два провода. Один мы уберём тоже, потому что он нам не понадобится. И остаётся только провод под дополнительное питание видеокарты. Его мы пока что отложим в сторону. И вот этот SATA провод, который мы подключаем, собственно, также L-образным способом к жёсткому диску. Вставляем. И второй конец к накопителю SSD. Также его просовываем. Хопа! Готово. Так, давайте мы лишнее немножечко тоже организуем. В принципе, все провода метания мы проложили. Вот кроме, правда, видеокарты. Давайте мы его просто туда просунем внутрь. А потом уже с ним разберёмся, как поставим видюшечку. Итак, ну всё, от блока питания готово. Погнали разбираться с передней панелью корпуса. Смотрите, в моём корпусе есть вот такой вот хаб для вентиляторов, для их подключения. Но так как у нас только один, который мы подключили напрямую к материнской плате, мы его просто не используем. Поэтому, ну в принципе, он нам даже и не понадобится. Вот от него идёт проводок. Мы его просто вот так вот здесь запрячем и всё. Вот так вот можно даже сделать. Вот, всё. Пускай вот так вот будет располагаться. Остались только провода, которые нам действительно понадобятся. Вот этот большой, это USB 3.0, который находится спереди. Далее идёт аудиоразъём, на котором написано HD Audio. Ну и маленькие, малюсенькие проводки, которые, собственно, называются следующим образом. Power LED плюс-минус, Power Switch и Reset Switch. Сейчас я вам покажу, как их подключать. Давайте мы глянем на материнской плате, куда их просунуть, чтобы выбрать правильное отверстие. Итак, мы видим то, что USB 3.0, так вот этот провод у нас вылез. Мы видим то, что здесь снизу у нас подключение USB 3.0. Также подключение всех проводков от передней панели, вот оно. Там всё подписано мелким шрифтом, всё сейчас увидите. А также вот аудиоразъём. То есть аудиопровод мы проводим вот через это отверстие, все остальные вот через это. Погнали. Аудиоразъём. Вот он. Мы его в самый дальний угол отправляем. Сюда вытаскиваем. И делаем следующее. Теперь, 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 теперь мы проводим вот эти вот проводки вот сюда. Вот сюда мы их засовываем. И они у нас будут на нужном нам месте. Так как места тут тоже немного, можно первым делом подключить самые маленькие проводки, которые идут у нас от кнопок включения и LED-индикаторов. Обычно на каждой материнской плате всё нарисовано. То есть куда что подключать. Если это reset switch, то мы видим на нём такой треугольничек. Это значит то, что вот именно этот пин, это плюс, другой минус. И на материнке вот у меня даже нарисовано, где плюс, где минус. И также подписано, где у нас powerlet, power switch, reset switch и так далее. Если же на материнской плате, друзья, у вас не нарисовано, то всегда в мануале, который идёт в комплекте с материнкой, тоже будет отдельная страничка, на которой всё написано. Итак, reset switch мы вставляем его плюсом вправо. Но в принципе тут без разницы, reset switch и power switch, потому что там просто замыкаются контакты. Плюс-минус вообще не играет никакой роли. Power switch мы ставим вот сюда, плюсиком влево. Окей, power switch и reset switch есть кнопки. Остался вот такой вот один провод. Это powerlet плюс и минус. Он вот такой вот двойной, потому что бывают разные плюсы и минусы. И здесь это важно. Итак, я вот вижу то, что powerlet плюс слева, минус справа. Теперь мы вот так вот его вставляем до конца. И готово. Хорошо. Смотрите, с этими проводками от передней панели мы быстренько разобрались. Здесь ничего тоже сложного в принципе особо-то и нет. Кроме пугающего количества различных проводков, которые нужно куда-то вставить. Теперь USB 3.0. Не перегибайте ни в коем случае. Никакие кабели. Старайтесь сделать все это максимально плавно. Не надо прям вот так вот делать, иначе он может повредиться. Мы видим тут тоже ключик, с помощью которого вы другой стороной тоже никак не вставите данный разъем. Вставляем его в USB 3.0. Также до щелчка. Нужно применить немножечко силы, но не слишком много. И теперь последний разъем это HD Audio. У него вот такой вот есть момент. Даже если на материнской плате не будет подписано, куда он вставляется, вы можете всегда найти то, что здесь будет один пин пропущен, как и на самом разъеме. Поэтому мы вставляем вот сюда. Теперь можно немножечко разобраться со всеми проводами, чтобы это у нас покрасивее выглядело. Возвращаемся, собственно, опять на нашу старую добрую территорию. И все вот эти вот проводки можно опять же проснуть туда. Туда, туда, туда. Ну, в принципе, здесь и так у нас все довольно годно выглядит. Потом мы, когда уже все доделаем, можно будет еще их скрутить вот такими вот стяжками. Но, в принципе, выглядит и так неплохо. Итак, друзья, финальный момент. Смотрите, как мы быстро добрались до, собственно, видеокарты. Берем ее в руки, смотрим на ключик, который здесь. Обратной стороной ее ставить не надо. Ну, и, в принципе, не получится. Переворачиваем опять корпус. И здесь убеждаемся в следующем. Во-первых, то, что у нас доступны все необходимые разъемы на корпусе. Вы видите то, что у меня два слота. Они вытащены. Либо в некоторых корпусах нужно просто выламывать. Для этого вы просто вот так вот примерно прицеливаетесь. И видите то, что вот этот и вот этот слот нужно вытащить с корпуса. И второй момент. Это нужно открыть вот этот ключик. Вот вы видите, хоп. Открыли. И теперь до щелчка вставляем нашу видеокарту. Вот. Готово. Услышали щелчок. И теперь можно опять же брать отвертку и закреплять нашу видеокарточку. Закрепляем ее таким же болтом, как и блок питания. Большим таким широким. Настал черед подключить к ней дополнительное питание. У некоторых слабых видеокарт его вообще не будет. У некоторых крутых топовых видеокарт будет несколько этих двух питаний. Делаем следующее. Так как мы видим здесь 8 пин дополнительное питание. А обычно вот так вот идет у нас. 6 пин плюс 2 пин. Мы вот этот момент соединяем. И делаем из 6 пин плюс 2 8 пин. И также ключиком к ключику до щелчка вставляем. Готово. Теперь у нас все подключено. В принципе, настал момент, когда нужно проверить все железо. Перед тем, как все это дело закрывать. А также делать какой-то еще более годный кабель менеджмент. Потому что вдруг у нас что-то не работает. Сейчас нужно пройти первую проверку, чтобы у нас запустился биос компьютера. Ну что ж, берем сам компик и перемещаемся на наше рабочее место. Нам понадобится монитор, клавиатура и мышь. Итак, подключаем к видеокарте наш HDMI, либо DisplayPort провод от монитора. Ни в коем случае не к материнской плате. Теперь подключаем уже к материнке нашу клавиатуру и мышь. Я подключаю только один проводок, потому что у меня хаб там стоит с клавиатурой и мышкой. То есть только один провод нужен. И теперь подключаем вот такой вот провод питания, который мы вставили в розетку, в блок питания на компьютере. Тыщ, вставили. Теперь момент истины, друзья. Включаем компьютер. Вот этот триггер мы ставим в положение вкл. И нажимаем на кнопку Power на корпусе. Вы готовы? Давайте стартовать и заходить в биос. Нажимаем кнопочку Power. Компьютер начинает все крутиться и жмем Delete на клавиатуре, чтобы залететь в биос. Прям вот так вот нервно можно его нажимать, пока биос не запустится. Так, сейчас компьютер подумает что-то долго, надеюсь, все в порядке. Но это нормально, когда вы ставите новые комплектующие на новую материнскую плату. Да, все. Я вижу то, что какие-то данные начинают появляться. Все. То есть мы видим то, что компьютер запустился. Мы видим то, что наша оперативная память работает на нужной частоте 2672 даже МГц. Всего 8 ГБ у нас установлено. Также мы видим то, что процессор работает на частоте 3400 МГц. И нам нужно еще проверить следующее. В биосе 2 ГБ это находится в разделе чипсет. Мы видим то, что чипсет SATA порт 0 и 1. У нас как раз таки Kingston, наш SSD на 240 ГБ. И Western Digital на 1 ТБ, 1000 ГБ. Значит, все в порядке. Можно отключать и до конца собирать компьютер. Опять все это дело мы отсоединяем с радостью. Несем компьютер на рабочее место и ставим обратно все заглушки. То есть вот эту панельку. Я не буду делать никакой кабель менеджмент, потому что и так все выглядит вполне красиво. И все держится. Вот такая вот красота. С этой стороны тоже, как вы видите, я все уже настроил. Можно ставить панельку боковую для красоты. Вот сюда мы ее засовываем. Ходыщ. Готово. Итак, ну смотрите, корпус уже собран. Осталась вот такая вот заглушка на вот этот разъем. У меня есть вот такая вот от корпуса штукенцы. Мы ее вставляем вот сюда в два пазика. И закрепляем опять же тем же самым болтом. Большим шурупом. Так. Все. Кстати, когда мы запустили компьютер, вы видели то, что все вентиляторы закрутились. И все было в порядке. Если же с компьютером что-то не так, он не включается. Поставьте вот этот спикер, который обычно идет в комплекте. Он будет пищать и говорить вам о ошибке, которая происходит. Может быть проблема в оперативной памяти, может быть еще в чем-то. Короче, думаю вы поняли. Я не стал даже ставить спикер, потому что был уверен, что у нас все будет работать. Если же компьютер уже бы не включался, я бы его поставил, послушал. И уже бы загуглил, что значит то пищание, которое было бы. Я надеюсь вы поняли. Итак, компьютер полностью собран. Погнали его заново подключать и устанавливать в Windows. Так, все провода ставим на их места. Включаем, включаем. Залетаем в BIOS. Ставим нашу подготовленную флешку с Windows. Как это сделать я уже рассказывал в отдельном видео. Но в принципе вы можете загуглить огромное количество роликов. Вставляем ее в USB. Я не буду показывать, как устанавливать в Windows, потому что там действительно следует инструкции и все получится. Сейчас мы уже переместимся, когда винда будет установлена. И уже там покажу, что делать дальше. Как установить необходимые драйвера и утилиты. Итак, друзья. После того, как ПК у нас только запустился, мы только установили Windows. Я обычно делаю следующее. Заходим в Microsoft Edge и качаем Google Chrome. Ну, потому что мне удобнее в нем работать. Так, качаем Chrome. Ну и да, кстати, подключаем, конечно же, Ethernet провод, чтобы у нас был интернет на компьютере. И заходим в настройки, пока он там качается. Заходим в параметры Windows. Обновление безопасность. И вот здесь, вот уже в центре обновления Windows, нажимаем проверить наличие обновлений. Он сейчас начнет качать все необходимые базовые драйвера сам автоматически. Когда он все это доделает, мы уже установим сами все, что нужно. Мы видим то, что пошла загрузка всех доступных обновлений Windows. Так как у нас видеокарта от NVIDIA, мы заходим на сайт NVIDIA. Пишем GeForce Experience. И качаем GeForce Experience. С помощью этой утилиты вы сможете скачать драйвера, обновлять их и, конечно же, записывать геймплей в своих играх. Если же у вас видеокарточка от AMD Radeon, то вы также просто пишите AMD RX 5600 XT, например, Drivers. И заходите и скачиваете нужную утилиту. Там она называется Radeon Relief. По-моему, Relief. Короче, не важно. Тоже такой же аналог GeForce Experience есть у AMD. Причем тоже он неплохой. Сам автоматически устанавливает драйвера и все прочее. Так как у нас сейчас устанавливается GeForce Experience и все драйвера на компьютер, мы заходим на следующую страничку. Пишем название материнской платы в гугле. В моем случае это Gigabyte B450 Gaming X. Заходим на официальный сайт Gigabyte, в моем случае, опять же. И здесь мы видим страничку с саппортом. Заходим в саппорт. И здесь уже скачиваем самые новые драйвера и устанавливаем. Делается это все очень просто, но рассказывать мне не нужно. Обычно я бы даже ставил не просто драйвера по отдельности, а скачал бы утилиту ту же самую. Вот если мы говорим о Gigabyte, то у них есть вот следующая штука под названием App Center, которая сама все найдет и сама все обновит. Ничего больше делать не нужно, то есть скачиваем и устанавливаем и в порядке. Сразу после того, как вы сделаете эту первую настройку, установите все драйвера, нужно будет перезагрузить компьютер и он будет полностью готов для гейминга, работы, либо чего там еще, что вы собираетесь делать на своем новеньком приобретенном ПК. Но я думаю сейчас настал тот именно момент, когда мы можем открыть эту панельку, друзья, и с гордостью нацепить стикер Arsic Gang, потому что все работает и мы со всем справились. Все, стикер Arsic Gang на месте, теперь вы в банде и комп полностью готов к работе. Вот примерно вот так вот я выглядел во время записи этого видео. Если вы хотите поддержать мой канал, то переходите по ссылкам из описания в Ситилинк. Может присмотрите что-нибудь себе. В Ситилинк постоянные акции, 65 тысяч товаров и сеть из 500 магазинов и пунктов выдачи. Лень ехать, доставит курьер. В общем, Ситилинк рекомендую. Ну и друзья, если во время сборки по этому видео, по этому гайду у вас возникнут какие-то вопросы, какие-то проблемы, не боитесь, пишите в комментариях. Уверен, будет много людей, готовых вам помочь. Ну и либо в Телеграм заходите, там у нас есть чат, в котором вам точно помогут. В общем, ставьте лайк, если видео показалось вам полезным. Подписывайтесь на канал и увидимся с вами уже совсем скоро в пятницу. Не прощаюсь.